Добрый день меня зовут Николай и сегодня мы поговорим о питании. Хочу вам дать несколько советов практически для тех людей которые решили заняться своим весом, а именно снижением веса и готовы к практическим шагам. Для этого нам понадобится блокнот, ручка и калькулятор и придется немножко потрудиться. В блокнот записываем все продукты которые мы съели в течение дня. Желательно записывать в течение трех-пяти дней. В первый день мы записываем все продукты, которые мы съели в течение дня, включая всякие пироженки, печеньки, которые перехватили, вообще любые продукты. Съели яблоко, написали время 10 00. Съели суп, записали суп 12 00. Очень удобно брать именно маленький блокнот, который можно положить хоть в карман, хоть в сумочку, хоть куда угодно, чтобы он был всегда при вас. Прежде чем съесть, записали, потом съели. Нам это позволит увидеть те продукты, которые мы съели в течение трех-пяти дней. У вас будут как и белковые, как и жировые продукты, насыщенные жирами, так и углеводные продукты. Начинаем их перемещать. В первую очередь мы убираем все быстрые углеводы и простые углеводы. С вечера переносим их на первую половину дня. Белковые продукты равномерно распределяем в течение дня. Жиры начинаем потихонечку вычеркивать. Если вы съели большое количество жиров в течение дня, вы просто эти жиры минусуете и вместо них добавляете белок. То есть жиры минус, белок плюс. Съели углеводы, если вечером, перемещаете их на утро. Углеводы на утро. Информацию по содержанию жиров, белков и углеводов можно найти как и на упаковке у продуктов, так и в интернете, в различных таблицах справочных. Это все там распространено. И плюс, еще там находится информация по калорийности самих углеводов жировых белков. Ну, чтобы вы не путались, углеводы 4 килокалорий составляют 1 грамм. Белки 4 килокалории и жиры 9 килокалорий. То есть понимаете, что жиры, они очень калорийные. И поэтому организм как запас энергии всегда припасают на нашем теле. Если в течение дня у вас появилась картина, что вы потребляете примерно около, допустим, 2000 килокалорий, это ваша база, с которой мы начинаем отсчет. Если у вас вес давно стабилизирован, вы хотите похудеть, нужно создавать примерно дефицит килокалорий. Здесь цифра может быть любая. 3000 калорий, 4000 калорий, у кого как. Дефицит создаем 500 килокалорий. Это достаточно безопасно для здоровья и позволит нам начинать худеть. Создаем, в первую очередь, за счет жиров и быстрых углеводов. Не лишний будет также рассчитать свой основной обмен веществ. Основной обмен веществ, он рассчитывается для разных людей по-разному, в зависимости от ожирения. Если у вас вес в норме, тем не менее хотите похудеть, то вы можете свой основной обмен веществ, например, вы весите 70 килограмм, умножаете на 25 и получается 1750 калорий. Это основной обмен веществ. Если у вас офисная работа, примерно добавочный обмен веществ плюс 1,6 от этого веса. Получается 2041 калория. Допустим, 70 килограмм при первой степени ожирения умножается уже не на 25, а на 20. При первой стадии. При второй стадии на 17. И при третьей на 13. То есть, чем больше жира в организме человека, тем надо меньше рассчитывать основной обмен веществ. Примем, что у вас вес был 70 килограмм, ожирение у вас было, например, первой степени умножаете на 20. У вас получаются эти определенные цифры. Если вы офисный работник, берете 1,6. Если у вас более физический труд, 1,3 от этого веса прибавляется. Ну, например, допустим, у вас получилось 2500 калорий. Создаем дефицит, минус 500 калорий. Получается, что вам нужно выйти на 2000 калорий. При этих условиях вы должны уже начать худеть. Обычно цифры бывают более мелкие. То есть, 2000 калорий, здесь получается 1500 калорий. Теперь вам нужно составить план, насколько вы хотите похудеть. Если вы хотите похудеть на 20 килограмм, значит, за один раз не стоит этого делать. Нужно разбивать на этапы. Первый этап состоится сброса веса. Он должен длиться полтора, максимум два месяца. Иначе организм войдет в аварийный режим. В течение полутора-двух месяцев вы можете похудеть от 5 до максимум 10 килограмм. В идеале все-таки похудеть где-то в районе 6-7 килограмм. Дальше необходимо выдержать плата в районе месяца. Следующий этап опять худение. И опять плата, и опять похудение. Вот мы рассчитываем. Вот ваш начальный вес. Допустим, пусть будет 80. Здесь у вас получится, допустим, 72. Следующий вес у вас получится уже, ну, допустим, 65. Если вы попытаетесь худеть достаточно быстро, то график у вас изменится. Чтобы себя мотивировать, я рекомендую каждый месяц сделать фотографию в плавочках или в купальнике. Записывать свои результаты адмеров. Это желательно анализатор тела или калипер. Объемы тела записывать. Потому что человек видит себя каждый день и мотивация может пропасть. Если весы ему показывают, например, что он все время, например, находится на стадии 70 килограмм, но мышечная масса может прибавляться, а жировая откладываться. Потому что были случаи, когда человек прозанимался полтора месяца, весил 70, 70 осталось. Но говорят, что объемы вроде бы как бы ушли. А когда мы его взвешиваем на весах с анализатором тела, и он смотрит, что у него ушло 5 килограммов жира, а 5 килограммов жира занимают 2-3 литровых банки, визуализация ему позволяет понять, что он действительно на правильном пути. Если вы все-таки решили заняться собой, собственным весом, нормализовать его, берите, изучайте, считайте, принимайте решения и начинайте действовать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы любые по питанию, по любым тренировкам. Будьте всегда в форме, занимайтесь собой, не опускайте руки, даже если что-то не получаетесь. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok